Продолжение следует... Улучшению координации ума и тела, эмоциональной уравновешенности и ясности интеллекта. В Беларуси в этом году День йоги решили провести в режиме онлайн, чтобы приобщиться могли все, независимо от локации, возраста и физической формы. Занятия вместе с Аташе по культурным вопросам и послом Индии ведут представители самых известных школ и студий. Первый День йоги прошел 6 лет назад. Тогда в Нью-Дели установили мировой рекорд. Почти 36 тысяч участников занимались на площади. Наша практика почти такая же многочисленная, только в режиме онлайн. В ситуации, когда мир находится в состоянии стресса, йога очень помогает как целостный подход к здоровью и благополучию. Одежду для практики советуют подбирать комфортно из натуральных тканей. И неспроста партнером Дня йоги уже не первый год выступает компания Марк Формель, которая на протяжении 10 лет производит одежду для спорта и повседневной жизни. В ее ярких цветах словно отражается настроение и энергия, которые заряжают преподаватели даже в режиме онлайн. Мы все есть вибрации, мы все энергия. И когда я делаю медитацию для кого-то, тот, кто обучается, у нас очень много обучающихся, более миллионов по всему миру, я просто сажусь и закрываю глаза и представляю этого человека, как будто он сидит напротив меня. У каждого свой путь к йоге. Надежда Склиренко сначала влюбилась в индийские танцы, а Анна Паце к йоге пришла через лингвистику, преподавала русский иностранцам и заинтересовалась восточной культурой. Теперь сама изучает санскрит и делится знаниями, полученными в Индии. Обучение проходит в ашрамах. Ашрам вообще на русский язык можно перевести как образ жизни или вот устав жизни. То есть ты попадаешь в такую среду, где от утра до вечера есть определенный устав, и следуя ему, то есть одна деятельность или активность меняет другую, это меняет твое внутреннее состояние. Потому что то, что здесь ты учишь годами, там ты можешь просто в воздухе словить за пару недель. Это не говорит о том, что нужно ехать туда, за пару дней вы станете учителем йоги. Нет, но атмосфера. В йоге немало методов, направлений, подходов и школ для людей разного уровня и подготовки. Но главное – эффект. Здоровое не только тело, но и дух. Мы не все имеем возможность глубоко погружаться в исследования духовных знаний и так далее. Просто практикуйте, просто делайте, просто занимайтесь. И через асаны можно развиваться глубже, обращаясь к себе через тело, грубо говоря, к душе, к сознанию. Естественно, йога-терапия – это не волшебная таблетка, это не магия от всего на свете. Очень хорошо йога-терапия работает при вопросах с позвоночником. Есть также направление йога-терапии репродуктивной системы, где можно поддержать здоровье репродуктивных органов, причем как девушкам, так и парням. Чтобы встать на коврик, нужно всего-то вдохновение и хороший учитель. При этом опытные йоги советуют вкладывать в любое дело 100% своей энергии, а потом просто расслабляться. Александр Раткевич, Денис Ткаченко, Валерий Аксинович. Наше утро.